В последние годы в Бресте наметилась четкая тенденция – клещи все больше заселяют городские территории. Опасными зонами из-за большой численности членостоногих является лесополоса возле Брестской областной больницы, территории, прилегающие к парку воинов-интернационалистов, Красный двор, прибрежные территории реки Муховец и дачное товарищество. Последние, на первый взгляд, безобидные дачи – настоящий питомник для клещей. Редкая дезинфекция и вырубка кустарников способствуют их активной жизни. А потому большой процент людей, пострадавших от укуса кровопийц – дачники. Уже наблюдается рост их численности. Так, для сравнения, еще 21 августа на стационарной точке наблюдения клещей обнаружено не было. А уже 31 августа их численность составила 21 экземпляр на флагокилометр. Это довольно резкий скачок. Стоит отметить, что лес сам по себе не опасен. Опасен тот момент, когда человек только приезжает в лес, и для того, чтобы в него зайти, проходит участок с травой. От дороги до иглицы леса проходит этот участок, и чаще всего клещ цепляется там. За истекший период времени 2020 года в Бресте районе от укусов кровососущих пострадал 1081 человек, в том числе 595 детей. Для того, чтобы исключить возможность неприятной встречи с клещами, следует помнить о мерах профилактики. Нужно не забывать проводить после выхода на природу самовзаимоосмотры, когда гуляем по скверам, паркам, осмотреть себя, осмотреть то, что мы приносим с собой. Дары леса, грибы, ягоды, корзинки, велосипеды, животных, детские коляски. Потому что клещи обитают невысоко, до полутора метров выше они не поднимаются. Поэтому с этой высоты они могут, не с деревьев падают, а вот с этой высоты, с растений, кустарников, они могут попадать на нас, на одежду. И, конечно, находясь в зонах отдыха, лучше из мер профилактики будет закрывать, чтобы не было открытых участков тела, и использовать репелленты. Опасность клещей заключается в том, что заметить их сразу достаточно сложно, а их укусы, как правило, не вызывают боли. Но стоит помнить, что эти маленькие вампирчики являются переносчиками двух инфекций. Лаймборелиоза и клещевого энцефалита. И то, и другое заболевание имеет серьезные последствия для здоровья человека, если вовремя не обратиться к специалисту. Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание. Оно вызывается вирусом и протекает в острой форме, развивается от нескольких часов до 26 дней. Лаймборелиоз – это заболевание бактериальное. Его возбудителем является спирохета, которое поражает кожу, нервную систему, суставы, сердце. И это заболевание относится к медленным инфекциям, может иметь острую форму и переходить в хроническое течение. Зараженность клещей в этом году составила где-то 42% баррелиями. Если встречи с клещем избежать не удалось, самое главное, что нужно сделать в этой ситуации – обратиться к врачу, а именно в первые трое суток после укуса для назначения антибактериальной терапии. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.